Доброе утро! С вами Эден и сегодня я, как вам и обещала, буду делать видео о моих покупках в Киеве. Кто со мной не был всю эту жизнь, то я хочу вам напомнить или рассказать, что на первый же день в Киеве у меня украли весь кошелёк со всеми деньгами. Так что я не успела сделать весь этот шоппинг, но я всё равно его сделала, потому что мой товарищ дал мне 100 евро. Хочу вам сказать, что в количестве это может быть немного. Я думаю, что это называется искусство, всё это вытащить из 100 евро, всего лишь 100 евро. Тем, как мы начнем, я хочу вам сказать, что мои волосы мокрые. Может быть, они странно выглядят, но они просто мокрые, потому что я только что приняла ванну. И ещё что-то важное, что я вам обязана сказать, что вчера я пошла спать в 4 часа дня и сегодня стало 6 с половиной утра. Так что если я выгляжу такая фреш и молодая, это из-за этого. Я надеюсь, что я так выгляжу. Первая моя самая лучшая покупка. Нет, я думаю, что все покупки мои самые лучшие. Я их всех очень люблю, правда. Это был отличный шоппинг, и я очень собой горжусь. Но вот эта штучка называется водяга. Вообще-то я купила таких 5, я не знаю почему, потому что они очень-очень дешёвые, и я должна была купить намного больше. Но я не знала, как это будет мне выглядеть. Так что я купила 5, и я очень довольна этими, и про это будет видео. Ещё одна вещь, что я купила, это масло манго. Оно не масло такое, а твёрдое масло. Я не знаю, что с этим делать. У меня просто была такая мечта, что когда-нибудь я поеду в Россию, и я накуплю кучу эфирных маслов, и всяких отечественных вещей, которых нет в Израиле. И я решила купить такое масло, манговое, это было тоже дёшево, не помню, 25 гривен, я думаю, это стоило. Не помню. Если вы знаете, что я могу сделать с этим маслом, напишите мне, пожалуйста. Я знаю, они говорят, можно это на кутикулу, на пальцах, или на локти, и всё такое, но хочу сделать с этим что-нибудь прекрасное. У меня не было времени этим заниматься, но я поищу в интернете и найду, что я могу сделать с этим маслом манго. Та-дам! Не уходите так далеко, но я вам обязана показать этот гольф. Вы знаете, что этой зимой гольфы возвращаются в моду, и я люблю гольфы. Они тёпленькие и приятненькие. И этот гольф я купила на базаре. Но вообще-то я хотела прийти на базар, потому что, вы знаете, у меня была такая ностальгия, я хотела делать то, что я делала с моей мамой, когда я была маленькой и была в Киеве. И, кстати, влог про Киев ещё будет. Да, эти два влога, что я сделала, они не единственные. Они были просто так, спонтанные такие, чтобы с вами поделиться. Но я сделала, конечно, влог, но я его ещё не подредактировала, и он будет. Так что ждите. И этот гольф мне стоил 50 гривен, я думаю. И они где-то так. Следующая вещь, что вы увидите, она стоила мне 70 гривен, и она просто замечательная такая, мягкая и тёплая. И мои прекрасные туфельки. Самые тёплые на свете. И самые красивые на свете. Следующая вещь, она просто изумительная. Вы можете такую найти в топ-шоп, правда? Она очень длинная, очень тёплая. Она просто красивая. И её тоже я купила за 80 гривен. Вот и всё, мои дорогие. Это были почти все мои покупки в Киеве, потому что я купила ещё две пачки колготок. Не пачки, а два, две пары колготок. Капро нам вы. Ещё что меня изумило, ещё что меня изумило в Украине, что вы можете покушать тампончик за 3 гривни, я думаю. 3 гривни? Это шекель с половиной. Почти. Даже меньше. Я не знаю. Такие цены я в жизни не видела. Только рассказывают мне, что в Таиланде ваши деньги стоят больше. Но я не буду говорить, что Киев такой уж и дешёвый, потому что на базаре я видела джинсы за 700 гривен. Что? 700 гривен я куплю джинсы в топ-шоп. Вы не думаете, как я? Но я обожаю Киев. Я очень его люблю. Он в моём сердце. И, кстати, туфельки, ботинки, что я вам показывала, они вообще-то стоили 800 гривен. Но, как я вам уже сказала, у него было только 100 евро, так что я сказала ему, он был афроамериканец. И я с ним говорила по-английски, потому что я думала, что ему легче говорить по-английски, чем по-русски. И просто захотелось поговорить с кем-то на английском. И я ему очень понравилась. И я сказала ему, пожалуйста, продай мне их за 50 евро. Пожалуйста, я их так хочу, я так хотела эти ботинки, я не знала, как бы я пережила это, если бы я не взяла с собой эти ботинки. Я просто бы весь самолёт плакала. И он сказал мне, что потому что я ему понравилась, он мне продаст их за 50 евро. Вау! За целые 50 евро. Я их отдала и просто была восхищена своим, как это называется, своими skills. Так что... Если можно ещё что-то сказать про Украину, то мне было иногда очень-очень жалко этих бабушек или девочек, которым, не знаю, 8-10 лет, что ходят и продают цветы. И они мне много раз говорили, пожалуйста, ну выручи бабушку, пожалуйста, скажи ему, чтобы купил тебе, ну один букет, ну одну розу, ну пожалуйста, пожалуйста. У меня просто сердце разбивалось. Но, к сожалению, их там очень много и нельзя каждой бабушке купить у неё цветы. Это просто очень жалко. Я надеюсь, что придёт один день и никакая бабушка не должна будет это делать. И все мы будем жить в счастье и любви. Так что спасибо за просмотр. Если вам понравились мои покупки, ставьте мне палец вверх, как всегда, вы уже знаете эту историю. И подписывайтесь, если вы не подписаны ко мне. И встретимся очень скоро. Пока!